В сельском поселении Успенская День Победы начался с военно-патриотической акции «Бессмертный полк». Более полутысячи человек собрались здесь под знаменами этой легендарной боевой единицы. На сегодняшнюю акцию «Бессмертный полк» я иду с портретом своего дедушки, который в Советском Союзе был народным художником РСФСР. На войне он был военным корреспондентом. Писал картины с мест битв, рисовал самолеты, танки, солдат. Все портреты Сталина, Гагарина, Есенина, прочих писателей, которые висят в кабинетах литературы в школах – это все его работы. Мой прадед Чимблисов Петр Ефремович воевал на Калининском фронте. Потерял ногу, вернулся по ранению. Мою бабушку зовут Вера. Фамилия у нее Козлова. Воевала на Западном фронте. Она пошла на войну 1943 года, в июне месяце. И там на фронте познакомилась с дедушкой. Просто удивительно, как иногда бывают похожие лица людей, особенно детей, на своих глядящих с фронтовых фотографий дедов и прадедов. Словно погибшие действительно превратились в журавлей, а затем, спустя несколько поколений, вернулись на землю. Колонна бессмертного полка прошла маршем к мемориалу погибшим землякам. Здесь состоялся митинг и праздничный концерт. За плечами этого праздника страшное время войны, разруха, миллионы смертей. Но в этот день, 9 мая, мы собираемся здесь, у обелиска, чтобы вспомнить всех тех, кто не вернулся, и поздравить тех, кто еще до сих пор в строю. Дорогие ветераны, от души поздравляю вас с этим светлым праздником, с началом жизни, с весной. Спасибо вам за вашу стойкость и мужество. Не все участники войны смогли в этот день лично прийти к обелиску. Но они не чувствовали себя забытыми. Тех, кому уже трудно ходить, в течение года часто навещали ученики Успенской средней школы. И ветераны сполна получили такое важное в их возрасте тепло-человеческого общения. В последние годы к акции «Ветеран живет рядом» присоединились и другие образовательные учреждения поселка. Нам очень радостно, что сегодня, 9 мая, мы можем нашим ветеранам сказать, что в этом году вот этот мемориал и рядышком парк, который находится, будет осуществлен полный ремонт. Мы уже с вами в канун 74-й дочины увидим, что этот памятник будет одет полностью в гранит, он будет восстановлен. Вся концепция останется такая же, как есть, но мы его сделаем достойно, крепко, и пусть память, как этот памятник, стоит веками. Концерты, митинги и шествия колонн бессмертного полка прошли 9 мая по всему поселению. Участие в них приняло в общей сложности несколько тысяч человек. Это моего деда. Ну, к сожалению, я его не помню, не знаю, только по словам отца, что погиб в 41-м году. Ушел молодой, видите, какой молодой мальчишка, ушел на фронт и погиб сразу же в первый год. Это мой дед Антон Григорий Астапонович. Был призван в Ишкутске правилка адом с северного Казахстана. Прошел путь от села Трудового, с северного Казахстана, до Берлина. Погиб 5 мая 41-го года в Берлине. Патриотическое мероприятие у мемориала погибшим землякам завершилось торжественным возложением венков, в котором приняли участие курсанты Голицынского пограничного института. Так сложилось, что к памятникам, установленным в честь павших, приносят красные цветы, как символ пролитой за Родину крови, как символ памяти, которую нужно свято хранить. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.